В мире существует множество видов акул, хотя при слове акула большинству из нас представляется огромная рыба-убийца из какого-нибудь голливудского фильма ужасов, наводящая ужас на прибрежные воды. На самом деле, далеко не все виды акул опасны для человека, да и те, что способны нанести вред или убить, не так уж часто становятся причиной смерти неосторожного ныряльщика. Акулы не чувствуют боли. Самая большая акула, когда-либо жившая на земле, мегалодон, ныне вымерший. Судя по ископаемым останкам, в длину мегалодона достигали 30 метров. Некоторые виды акул можно назвать очень быстрыми рыбами, они развивают скорость до 50 км в час. При этом гренландская акула, кстати, являющаяся деликатесом в Исландии, плавается скоростью лишь 2,5 км в час. Акулы не могут спать. Дело в том, что пропускать воду сквозь жабры, забирая из нее кислород, они могут только в процессе плавания, так как акуль и жабры в состоянии покоя не могут сами засасывать воду. Таким образом, акулы никогда не спят, иначе они попросту задохнутся. У акул есть веки, но они все равно никогда не моргают. Изредка белые акулы заплывают даже в Черное море. Акулы способны чувствовать кровь, разведенную в морской воде в пропорции 1 к миллиону. Да, обоняние у них действительно очень-очень острое. Эдаким компасом акулам служит природное магнитное поле нашей планеты, которое эти рыбы умеют чувствовать. Глаз акулы способен воспринимать почти вдвое больше кадров в секунду, чем глаз человека. Слух у акул примерно вдвое менее чутки, чем у людей. Вопреки распространенному мифу об опасности акул в списке потенциально опасных для человека водных существ, акула занимает одно из последних мест. Место, где зарегистрировано наибольшее число нападений акул на людей – побережье США, штат Флорида. Взрослая белая акула в состоянии перекусить стальные прутья толщиной с мизинец. Самые крупные из когда-либо пойманных белых акул весили около трех с половиной тонн, а в длину достигали десятка метров. Белая акула – грозный хищник, однако на нее с удовольствием охотятся касатки. В среднем взрослая белая акула потребляет около 11 тонн пищи ежегодно. В неволе белые акулы не выживают, отказываясь от пищи и предпочитая голодную смерть заточению. Кожа тигровой акулы примерно в 10 раз крепче, чем шкура взрослого быка. В отличие от белой акулы, тигровая акула будет атаковать даже несъедобные объекты. Более того, они приложат все усилия, чтобы их сожрать. В желудке тигровых акул находили даже деревянные бочки. Бычья акула может жить в пресной воде. Кстати, из всех акул больше всего нападений на людей до половины, согласно статистике, совершает именно бычья акула, а вовсе небольшая белая. Число зубов у различных видов акул варьируется от 30 штук до 15 тысяч. Самая большая акула китовая, при этом у нее самые маленькие зубы длиной всего около 6 миллиметров. Во время охоты белая акула может выпрыгивать из воды на высоту до 3 метров. Игровая акула, сжав челюсти, легко может расколоть панцирь крупной черепахи. В большинстве случаев акула атакует лишь более слабого, чем она соперника. Именно поэтому обычная акула перед нападением кружит вокруг жертвы. Она изучает ее и прикидывает, стоит ли ей с ней связываться. Вес детеныша китовой акулы может достигать сотни килограммов. Самая долгоживущая акула полярная, обитающая в холодных водах возле Антарктиды. Она может прожить до 200 лет. Некоторые виды акул скрипят зубами, общаясь таким образом со своими сородичами. Ближайший родственник акул с биологической точки зрения — скат. Северная акула ежедневно поглощает пищу в количестве, сравнимым с половиной веса ее собственного тела. Акула-ангел — рыба настолько же плоская, как и камбала. Северная акула охотно охотится на чаек, выпрыгивая из воды и ловя зазевавшихся птиц. Лимонная акула вполне поддается приручению, но обращаться с этими рыбами надо с осторожностью. Они весьма злопамятны, как ни странно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова